Девушки отдыхают Галинка-малинка. Звездные истории. Ссылку на этот канал я обязательно закреплю в комментариях. Ну что ж, смотрю я на Лелю и вот всегда удивляюсь ее способностям так выкрутить ситуацию и расположить к себе людей, что зная, что Леля человек далеко не бедный, эти люди едут к ней с подарками, с вещами, со сладостями. Одна приехала вот накануне из Германии, мультиварку привезла, несколько дней проработала на Лелю. Вторая сейчас приехала тоже не с пустыми руками и даже привезла Леле хлебопечку. В общем, знаете, чего бы не звать таких гостей в гости, которые и едут с дарами, да и еще вовсю помогают Лелечке по хозяйству. Многие, кстати, мои зрители пишут, что вот, мол, Наташа как-то не так выглядит, не выглядит она, мол, как помощница, а ведет себя под стать. Лельке словно они давние подружки. Но согласитесь, друзья мои, не стоит забывать такой момент. Наташа изначально предложила Леле свою помощь приехать на неделю к ней и помочь Леле. И она делает это бесплатно, не за деньги, поэтому считает себя не работником, а просто, так скажем, знакомой, приятельницей и, соответственно, ведет себя с Лелей на равных. Да и Лелька встретила родную душу. Они очень похожи, знаете, словно двое из ларца. Правда, похожи не столько внешне, сколько по характеру. И я думаю, что Лелька не будет напрягать особенно Наташу, зная, что та не устроилась к ней на работу, а просто приехала погостить, ну, и оказать помощь всего-навсего на неделю. Возможно, и подышать свежим воздухом. Почему бы и нет, да? Кстати, утро началось с того, что дети, маленькие дети облепили Наташу, бегают вокруг нее, ну, а Наташа разбирает вещи, а Леля пошла, говорит, пойду готовить завтрак на всех. Правда, пообещав, что она пошла готовить завтрак на всех, Лелька почему-то двинула в сторону мужчин-строителей. Я так понимаю, что Сергей Петрович и все остальные завтрак дождутся еще не скоро, так как Лелька, которая, по ее же словам, ничего и никогда не успевает, времени у нее всегда в обрез, вдруг стала приставать к строителям, мешаться им, задавать вопросы Артуру насчет кладки кирпича и строить Феде глазки. Вот так и хотелось сказать, Лель, ты чего здесь забыла? Ты что, забыла, куда ты шла? Иди готовь завтрак, да? Нет, она ходит вокруг мужиков и пристает к ним с разными вопросами. Вот теперь, вы знаете, я понимаю, почему жена Артура смотрит Лельки на видосы. Видно, зная Лельку, она решила бдить за своим мужем, ну, и за Лелькой. Так, так скажем, на всякий пожарный. Кстати, на завтрак была каша. Причем, знаете, настолько завтрак действительно куцый на столе, просто голяк. Голая овсянка, тарелка овсянки на молоке и хлеб. Хлеб, насколько я увидела, даже был не порезан. Я вот подумала, а где же масло, а где же творог, а где какие-нибудь бутерброды к чаю после каши, да? Тем более у нее сидит столуица Сергей Петрович, который работает физически, да? Уверена, что Сергей Петрович, ну, точно вот этой вот тарелкой каши не наелся. Как так можно кормить помощников, которые вкалывают у тебя с утра до вечера? Если честно, мне это совсем непонятно. К концу осени, вы знаете, я думаю, такими темпами Сергей Петрович еле-еле будет таскать ноги. И все это благодаря Леле. Ну, а далее Наташа стала раскладывать на столе сладости для Лели и для детей. Знала Наташа, что надо Леле везти. Лелька же у нас знатная сластена, о чем всегда постоянно напоминает. Кстати, о Сергее Петровиче Наташа тоже не забыла и привезла ему шоколадки. В общем, да, как-то так. Далее пошла Леля показывать Наташе свое хозяйство. Кстати, дальше был прикол. Наташа, увидев карата, стала его во всю тискать и говорит, слушай, у меня вообще, говорит, в принципе аллергия, но я так поняла, что на собак. А здесь, говорит, общаюсь с твоими собаками и у меня, говорит, все хорошо. Ну-ну, подумала я, действительно, очень интересно. Ну, а далее начался цирк по заявкам. Наташа стала делать комплименты Леле, сказав, что да, на самом деле, Леля, ты очень худенькая. На камере, на камере все передается по-другому, а так ты очень худенькая. Да, конечно, я прекрасно знаю, что камера увеличивает порой 5-7 килограмм, но согласитесь, назвать Лелю худенькой, это, конечно, из серии нечто. Да, но это из серии, опять же, кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку. Затем они пошли опять, уже вместе с Наташей, выносить мозг строителям. Артур молчит, я так понимаю, думает уже, когда вы уже свалите в туман, хватит мешать мне работать. То одну привезет помощницу, то другую, развлекая их туда, нам надо работать. Кстати, Наташа молодец, она подкинула Лельке идею, говорит, ты знаешь, а я слышала, что есть такие, говорит, окотные ворота. Да, они, говорит, вообще, говорит, очень-очень удобные, говорит, надо бы тебе и на них поставить донатик. Слушайте, я в шоке, в шоке, да. Получается, теперь не только Лелька думает, на что бы собрать денег, да, но и ее зрители будут вовсю подкидывать ей какие-нибудь хорошие и нехорошие идейки. Лелька сказала, да-да, ну, говорит, такие ворота обойдутся тысяч в сто. Леля, в зависимости от фирмы и комплектации, откатные ворота могут стоить и тысяч двести, стоят и самые дешевые. Так что, в общем, бедные Лелькины адепты, покой им только снится. В итоге оставила она Наташу с Женей, ну, а сама потопала благополучно. Я спать сказала, я устала, на этом миссия Лели закончилась. Ну, а Лелькины адепты написывают ей, Оля, не понебратствуй с Наташей, держи дистанцию. Короче, ребят, написывают ей слово в слово то, что я вчера говорила в своем вечернем обзоре. Но только дурилки не понимают одного, того, что я говорила это в отношении Сергея Петровича. До них почему-то так и не дошло, что Наташа, она не Лелин работник. Она просто приехала погостить, подышать свежим воздухом, ну, и помочь Леле на недельку абсолютно бесплатно, то есть безвозмездно. В общем, как-то так, да. И вы знаете, ну, вот адепты Лели, конечно, молодцы. В комментариях они Лельку нализывают со всех сторон, а вот как приехать, помочь Лельке, так нет. Сразу же все в кусты сидят в кустах и наблюдают, как же там упахивается их Лелечка. В общем, все как обычно, ничего не меняется. Друзья мои, вот такой у меня сегодня получился обзор на канал Деревенский Дневник очень многодетной мамы и канал Мать-Героиня. Ну что ж, всех целую, обнимаю, всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии. Всем огромное спасибо, всех целую, всем пока.